Добрый день, друзья! Мы с вами находимся в доме музея великого режиссера Сергея Параджанова в Ереване, в доме, в котором он никогда не жил. Но всем при встрече говорил в Ереване, для меня строят трехэтажный дом. Получилось так, что этот музей был открыт уже после смерти великого режиссера. Он умер 20 июля 1990 года, а музей открылся 27 июля 1991 года. Основу экспозиции составили экспонаты выставки, которая состоялась в Доме народного творчества в Ереване в 1988 году. До этого выставка Параджанова была в 1985 году развернута в Табилиси. Что интересно, что обе эти выставки открылись в один и тот же день, 15 января. Первая в 1985 году, вторая в 1988 году. Тогда, в 1988 году, армянское правительство приняло решение создать здесь дом музея Параджанова. В этом районе собирались строить этнографический квартал, в котором были бы музеи, были какие-то... Здесь были старые дома, но, к сожалению, случилось землетрясение, ничего не получилось из этого проекта, этнографического квартала, и строительство музея Параджанова было приостановлено. Вернулись к нему уже последствия, когда Параджанов был тяжело болен, ему жить оставалось несколько недель, и достроили уже в 1991 году, открыли. Что интересно здесь? Здесь собрано все, что делал Параджанов. Это не только фильмы, которые он снимал, это коллажи, которые он делал, куклы, которые он делал с удовольствием. Имеется платье, костюмы, которые он сам... Он для своих фильмов сам рисовал эскизы костюмов. И имеются произведения разных людей, которые создали какие-то работы, в частности, вот керамику, картины и так далее, по мотивам фильмов Сергея Параджанова. Он снял вообще-то много фильмов. В Киеве около 10 фильмов он снимал, но это были фильмы проходные, они не имели никакого успеха. И вышло так, что в 1964 году он однажды воскликнул, я бездарь, мне 40 лет, и я еще ничего не сделал в жизни. Но в это как раз тот период и вышел его фильм, который определил имя и новое направление в киноискусстве мировом, поэтический кинематограф. Здесь, в этом отделе, собраны куклы Параджанова. Для того, чтобы понять, почему куклы, следует обратиться к его биографии. Он родился 9 января 1924 года в Табелисе. Когда окончил школу, начал работать на фабрике кукол табелисской, она называлась «Советская игрушка». И два года проработал там. И поэтому, когда у него были периоды безделия, он собирал куклы, наряжал, делал какие-то эксперименты с ними. Это его послешкольная практика, ему в жизни понадобилось. Но проработав два года на фабрике, он поступил в консерваторию Табелисскую на вокальный факультет. У него хороший голос был и хороший слух. И он даже выступал в госпиталях для раненых бойцов Великой Отечественной войны. А в 1945 году поступил во Всесоюзный институт кинематографии, на режиссерский факультет. И окончил его в 1952 году. И был направлен на киностудию имени Довшенко в качестве режиссера. Первое время он работал ассистентом, а потом ему поручили самостоятельную работу. Здесь собраны образцы еще одной ипостаси Сергея Иосифовича. В коллаже. Он начал коллажи делать в свободное время, а свободного времени у него было много. Его фильм, который он снял в Ереване, «Цвет граната», был снят в 1969 году. А только в 1984 году в Табелисе он смог снять следующий свой фильм. Эти 15 лет простое надо было чем-то занять. И он начал делать коллажи. В Ереване он жить не мог. Ему было запрещено после тюремного заключения жить в Ереване, Москве, Ленинграде. И он отправился жить в Табелисе, в отцовский дом. Но приезжал периодически в Ереван. И вот он однажды накупил в книжном магазине целую пачку, наверное, штук 50 плакатиков с изображением Джоконды. И начал их препарировать в таком виде. Он говорил, что коллаж – это спрессованный фильм. И поэтому мы видим эту спрессованность. Он насыщает окружение Джоконды разными элементами. И они какие-то фантастические, необычные, поражающиеся его фантазии. Как можно, скажем, один персонаж поместить столько различных ситуаций. Коллажность у него чувствуется в фильмах. И самый яркий такой фильм – это «Ошиб Кериб», который он снял в 1988 году, где вот эта коллажность уже превышает все разумные размеры. И, как говорят исследователи, он поставил точку в коллажности, потому что кто после этого пытался сняться в фильмы типа «Ошиба Кериба» в такой же форме, в таком же стиле, им это создать не удавалось. Он жил в семье антиквара. Отец приносил разные такие подделки. И он эти подделки все впоследствии, насколько мог, использовал. Когда он был в каких-то командировках или каких-то городах, он заходил на блошинные рынки и там скупал самые невероятные вещи. Мы говорили, зачем тебе это? Он говорил, мне это нужно. Вот на том стенде шляпы. Он сделал сам шляпы. Он для своих персонажей в фильмах шил костюмы. Но не сам делал эскизы этих костюмов. Он хотел, чтобы все было так, как он хотел. Смешивал стили, смешивал эпохи. В некоторых его фильмах можно было увидеть, что фильм про какой-то 18-й или 17-й век, а на заднем плане современные корабли. На это он не обращал внимания. Или в частности в «Ошибе Керибе». Музыканты играют на струнных инструментах, а музыка звучит духовая. И думаешь, как это, они на струнах, а тут дудук. На такие вещи он не обращал внимания. Когда он работал, он сразу приходил на съемочную площадку, раздавал актерам бумажки. Вот ты сделаешь это, ты сделаешь это, ты сделаешь это, ты сделаешь это. Актеры смотрели, сравнивали, начинали играть, и не получалось. Он нервничал, приходил, отбирал бумажки, говорил и так, и делайте так, и делайте так. И иногда случалось, как говорили актеры, съемка одной минуты у них затягивалась на целый день. Делали десятки дублей. И пока он не говорил все. Казус случился такой, первый съемочный день, в свете граната. В сценарии было написано, ноги девушек моют ковры армянские. Приходит он на съемочную площадку, смотрит ноги курдских девушек. Приходит на съемочную площадку и смотрит армянки. Говорит, я же просил курдских девушек. Говорит, какая вам разница, только же пятки видны эти самые. Нет, все, приостановил съемки, сегодня работать не будем, найдите мне курдских девушек. Пока их не привели, эту сцену не смогли снять. Вот такие вещи. Или однажды он сказал, мне нужно 20 белых верблюдов. Откуда вы, говорит, доставить 20 белых верблюдов? Покрасьте. Я же, говорит, покрасил скалы, когда снимал фильм «Тени забытых предков». И он там действительно покрасил скалы в синий цвет. И туристы, которые приезжали в это ущелье, где снимались, поражались, как скалы могут быть синего цвета. Он говорил, что я всегда хочу переделать природу. Вот я люблю говорить природу, но мне всегда хочется что-то в ней переделать. Вот это у него в его характере было – переделать. Василий Катанян писал, что он был человеком в литературном отношении полуграмотным. Он не читал классику мировой литературы, не знал. Но интересно, что все его сценарии, а у него осталось после смерти целый ворох сценариев, написанных по литературным произведениям. Он в литературных произведениях искал просто отправную точку. Хотел снять фильм по Лермонтову, Дэмон, но от Дэмона там по сценарию ничего не оставалось Лермонтовского. Он снимал своего Дэмона. Он хотел снять черно-белого Дэмона в сумрачных красках таких темных, как у Врубеля, вот так. Но в этот момент погода была неподходящая, и он начал снимать Ашик Хирип. Вот так, у него настроения все время менялись. Когда он приходил на запись музыки, звукооператор рассказывает, что он выключал всю его аппаратуру и говорил, значит, так, будешь делать так, как я скажу. И мог пустить народную музыку и тут же включить что-нибудь из классики. Вот если внимательно смотрите его фильмы, вы увидите эти нестыковки. Но это его не беспокоило совершенно. Вот так можно услышать какую-нибудь народную песню, и вдруг выливается мелодия из Бетховена или из Баха, что-то вот такое. Его фильмы надо смотреть очень внимательно, до предела внимательно, потому что это у него, как он говорил, вот эти намеки, они как раз и открывают суть фильма. Потому что вот мы беседовали с Романом Балаяном однажды, и он сказал, я понял однажды, как надо понимать Параджанова. Его понимать не надо. Его надо просто смотреть. Пытаться понять фильмы Параджанова трудно, потому что они рассчитаны на подготовленного зрителя. Кстати, и Тарковский тоже говорил, меня не интересует мнение зрителей. Я снимаю свои фильмы. Нравится им, не нравится, или они понимают, не понимают, это не моя задача. Параджанов так же. И, кстати, по-моему, так же думал Исайат Нова, поэт, о котором он снял фильм «Цвет граната», в первоначальном названии «Исайат Нова». Есть у него такая там на могиле надпись, не всем понять, мол, мои стихи, в них есть скрытый смысл. Вот у Параджанова всегда в эпизодах есть скрытый смысл, который поймет не каждый. Если вы видели фильм «Цвет граната», надо все время обращать внимание на детали. Вот когда там знаменитая сцена, когда она в красном платье выходит. Надо вспомнить сразу строчку из «Цвет новой». «Ду карак, акацат карак». Ты огонь, и твое одеяние огонь. Вот на такие впечатления, и рассчитанные фильмы Параджанова, что ты сразу находил какую-то аллюзию, какие-то намеки на что-то, то ли на какую-то песню, или на какой-то случай. Они обращены скорее к фильму, к зрителю, не просто чтобы он смотрел, но чтобы он фильм этот воспринял через себя. И только тогда вы поймете величие Параджанова. Для Параджанова не было ненужных вещей. Любая вещь, вот разбитая посуда, как вы видите, где-то осколки, зеркал, старые фотографии, он был способен превратить в произведение искусства. Вот эти коллажи прекрасные, такие красивые, невероятно красивые. Вот игральные карты, как видите, старые он использовал для этого. Он не мог сидеть без дела. А поскольку фильмы ему не разрешали снимать, он как раз вот занимался этим. Говорят, что его фильмы, они являются как бы отражением, живописную основу имеют. Но дело в том, что Параджанов не любил ни литературное кино, ни живописное кино. То есть он говорил, что и то, и другое нет. Должен быть синтез. Кино синтетическое искусство и должно иметь свой язык. Поэтому он, когда читал какую-то книгу и делал по ней фильм, или писал по ней сценарий, он писал свой сценарий. Он создавал, если бы, например, он хотел снять фильм «Ара прекрасный», что ему не удалось, это был бы его фильм «Ара прекрасный». Вот здесь вы видите на сценах очень интересные коллажи, опять сделанные из разных вещей. Обратите внимание, шляпы какие тут интересные, женские. Какие живописные. Вот, очень интересные шляпки. Он их использовал в своих фильмах. Самое интересное, что он в фильмах использовал всегда настоящие вещи. Не снимал никогда, за исключением фильма «Киевские фрески» в декорациях. Только на натуре, в натуральных интерьерах это все было. И все вещи, которые вы в фильмах увидите, антикварные и так далее, они настоящие. Для, скажем, фильма «Цвет граната» посох католикоса или священника, он взял из Ачмиадинского музея. Все эти серебряные блюда, кубки, не знаю, кувшины, которые в его фильмах, это самые настоящие старые вещи. Это не какие-то сделанные из фольги или алюминия, это самые настоящие серебряные вещи. У него практически во всех фильмах чуть ли не создавался целый такой музей старых вещей. Я помню, вот в Ахпате, когда мы однажды встретились там, он привез такие старинные вещи, что просто было удивительно, где он их разыскал. Паражанов был очень интересной личностью в жизни. Он был экстравагант, и его эмоции переполняли. Он вечно скандалился с операторами на съемках. Когда он снимал фильм «Тени забытых предков», оператор Ильенко был вдохновлен творчеством, оператор знаменитого Врусевского советского. У него камера летала, и вот в «Тенях забытых предков» Ильенко пытался вот эту же технику применять. Камера у него все время двигалась. Паражанов говорил, «Останови камеру, останови». Он не слушал. В конце концов, они решили стреляться. Пригласил его на дуэль. Дуэль не состоялась, потому что они подошли с разных берегов на место дуэля, а река разлилась, и они не смогли стреляться. И когда он приехал в Ереван, начал снимать «Цвет гранатов», привел оператора, сказал, «Видишь, камеру поставь здесь и больше не подходи». И вот так каждый раз было. Единственное, где он немножко отвлекся от этого, это был фильм «Легенда Сурабской крепости», потому что он снимал его с режиссером грузинским Додо Абашидзе, Давидом Абашидзе. Он очень дружил с Андреем Тарковским. Они неразлучные друзья были, друг другу очень теплые письма писали. Тарковский к нему обращался «Дорогой Сережа». Если другие писали «Сергей Иосифович» и прочее, Тарковский писал «Дорогой Сережа». А когда Тарковский приезжал к нему в гости, это он строил целый спектакль. В Табилиси должен был приехать Тарковский. Он накрыл стол белой скатертью белоснежной и поставил два бокала красного вина. Входит Тарковский, паражанов приглашают к его столу, берут бокалы, чокаются. Тарковский начинает пить, паражанов не пьет. Выпил Тарковский, поставил пустой стакан. Паражанов сказал, я думал, ты художник. Взял и красное вино так выплеснул на скатерть белоснежную какой-то рисунок образовался. Вот такие экстравагантные случаи в его жизни были. Паражанов Паражанов известен прежде всего по своим так называемым этнографических фильмах. К ним относят четыре фильма. Это «Тени забытых предков», были сняты в 1964 году на киностудии имени Довженко в Киеве. «Свет граната», который был снят в 1969 году в Ереване. С перерывом в 15 лет в 1988 году вместе с Давидом Абашидзе, грузинским режиссером на Табилистской киностудии. Последний фильм это был значит «Ашик Кериб» тоже на Табилистской киностудии вместе с Давидом Абашидзе. И он успел снять только 600 метров ленты из своего последнего фильма «Исповедь» и скончался к сожалению. Эти фильмы этнографические они очень интересны сами по себе и каждый заслуживает отдельного разговора. В одной небольшой передаче рассказать обо всем очень сложно. Но я могу сказать только что они все отражают даже не только вот эту этнографичность которая на самом деле есть, но и ту которую он придумывал. Например когда он снимал фильм «Тени забытых предков» там в сцене свадьбы жениху и невесты надевают ярмо на шеи. У Гуцулов не было такого обычая. Но когда это увидели они в кино уже они после этого стали так и делать. то есть он сам как бы создавал не только свой мир но и создавал свою культуру какую-то внутреннюю. И это очень интересно. «Тени забытых предков» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok